Жара наконец-то прошла, лютые морозы еще не наступили, и мы с Джимом наслаждаемся осенними прогулками, когда пойти можно долго и в какую-то произвольную сторону, потому что не будет слишком жарко или слишком холодно, или еще чего-то слишком. Мы просто гуляем и кайфуем от того, что исследуем новые территории. Мы нашли прекрасный бетонный блок, конечно же я посмотрела, чтобы вокруг него не было какой-нибудь арматуры или еще чего-то опасного. Поэтому проверила на наличие стекол, и мы начали на нем заниматься. Как вы помните, Джим такой товарищ, с которым нельзя заниматься долго и нельзя слишком сильно на него давить. Поэтому все наши тренировки проходят в очень лайт режиме, скажем так. Это все очень долго, но оно того стоит. Как вы видите, собака не стремится от меня уйти, хотя я все равно не спускаю его с поводка. Во-первых, потому что это не моя собака, во-вторых, рядом дорога. Как бы вы ни были уверены в собаке, всегда есть вероятность, что что-то ей стрельнет и она газонет. Это может быть минутное помешательство, но этого может быть достаточно. Поэтому возле дороги я всегда стараюсь своих собак подхватывать на поводки. Даже своих. А уж не говоря о том, что это собака чужая, с которой я занимаюсь всего лишь один раз в неделю. Длинная поводка вполне позволяет нам нормально заниматься. Нам не нужны цирковые номера, нам нужно просто послушание и контакт с человеком. Собственно, это мы и работаем. У нас есть всего лишь несколько команд. Это барьер, лапы, сидеть, лежать, стоять и иди сюда ко мне. Вот и все, собственно говоря. Они произносятся в произвольном порядке, совершенно произвольном. Ни к чему не привязываемся. Делаем перерывы на поиграть. Много, как вы видите, я его глажу, много хвалю. И вообще делаю все для того, чтобы ему это было все по кайфу. А ну да, немножко выдержки. Но у Джима с этим очень сильно плохо. Он очень легко возбудим. И поэтому, ну, скажем так, пока это все на очень сильно начальном уровне. Несмотря на то, что наш темп очень медленный, Джим продолжает обучаться. И по мере обучения его тревожность спадает. То есть она снижается. Потому что невоспитанная собака, необученная собака – это тревожная собака. Она боится буквально всего, потому что она не понимает, чего ждать от окружающего мира. А когда хозяин забирает на себя управление всем – и улицей, и прогулкой, и его телодвижениями – собаке не о чем больше беспокоиться. В случае чего можно всегда посмотреть на хозяина и спросить у него одобрения. Мои книги по воспитанию собак вы можете найти на Литмаркет, либо записаться на тренировку или консультацию онлайн.